Привет всем! И вот я вам обещала, как я покажу, как я выращиваю дендробиум. У одной моей знакомой упала орхидея дендробиум и отломалась веточка. И она мне её дала, чтобы я её посадила. Ну, я посадила так же самое, как и фаренопсис, потому что выращивание дендробиума мне опыта тоже нет. И, как вы видите, что он хорошо принялся и выпустил ещё одну веточку. То есть ему нравится, он растёт и развивается. Посмотрим, что дальше будет. Потом как-то мне удалось ездить в Россию, там где Икея, кто знает, Ашан, Оби. Вот. И я это купила в Ашане на распродаже. Мини фаренопсисы. Они были в ужасном состоянии и стоили они совсем копейки, потому что я решила взять их специально для того, чтобы провести какой-нибудь опыт, потому что на здоровых орхидеях, которые ещё здоровые, мне было это делать жалко. Вот. И когда я их привезла, одну орхидею я пересадила. Вот он был повреждённый, вот у него листик был повреждённый. Но я не стала ничего с ним делать и оставила так, как он есть, потому что сам отбросит, когда ему надо. Вот. И я посадила этот дендробиум. Точно так же, как я сажу все орхидеи, это дренаж, спагнум. Орхидея садится, засыпается корой и спагнум. Оставила шейку открытой и вот у меня там идут новые корешки. Девочки, никогда не обрабатывайте орхидею зелёнкой. Я обработала и еле выжила моя орхидея. И больше этого делать не буду. Я решила, если её заняту, то обработаю и с зелёнкой. Но нет, орхидею больше обрабатывать с зелёнкой не стоит. Это негативный опыт. Вот. Второй такой же цветок. Он мне даже цвет поменял, наверное, из-за того, что корневой системы у него нет, потому что я её отрезала полностью. Я посмотрела, одна девушка делает так, и у неё довольно-таки вылечивается орхидея. Её отрезала полностью всю шейку, потому что корни были гнилые. И я боялась, что перейдут дальше на всю орхидею до конца шейки. Когда уже не станет шейки, её уже, наверное, обретать будет поздно. Поэтому я решила её сразу обрезать начисто. И вот что у нас получилось со временем, с зимы, с декабря месяца. Вот она у меня была в таком состоянии. Я её обработала марганцовкой. Нет, не марганцовкой, простите. Я её обработала углём. И вот вышит корешок, если видно. Вот он засушивает листик. Скоро сам отходёт. Вот. И вылазит вот листочек. И там внутри ещё один листочек. Листья по-сиреневые такие стали, как бы бордовенькие. Но я думаю, из-за того, что он стоит просто на светлом месте, может его куда-то переставить. Но пока мы живём не в очень удобных помещениях, в квартире, в которой мало места, и кроме детей это сделать невозможно. Поэтому он стоит, как и стоит. Ну, растёт, развивается. И я думаю, что со временем мы его пересадим точно так же, как и все орхидеи. Вот такой вот мой опыт. А ещё эту орхидею советую обрабатывать кислотой, янтарной кислотой. Но так как в маленьком городе у нас янтарной кислоты не найти, поэтому я её ничем не обрабатываю. Чисто я её переворачиваю, такой, под краником промываю. И всё. И так вот оставляю, чтобы она немножко опустила кухню. А потом я её пересажу, как и все орхидеи. Всем спасибо за внимание. И пока. Пока.